Доброе утро! В эфире канал ОТС Новости в студии Дмитрий Белькевич. В этом выпуске вы узнаете, каким нововведением нужно быть готовым автомобилистам, как в области будут бороться с паводком и зачем парламентарии региона обратились к теме школьного питания. Подробности далее. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес на рассмотрение Государственной Думы законопроекта введения в стране строительных сберегательных касс, которые могут стать альтернативой ипотечным кредитам. Стройберкассы – известный механизм европейский, прежде всего немецкий, германский. Стройберкассы – строительство и получение, собственно, жилья. В отличие от американской модели в виде ипотеки, Стройберкассы помогли в послевоенное время отстроить практически всю Германию. Я не буду вдаваться в подробности этого законопроекта, хочу только обратить ваше внимание, что для наших граждан, если этот закон вступит в силу, получить в собственности, купить квартиру, будет примерно в минимум 2,5 раза дешевле, чем сегодня покупать ее через ипотеку. Новые дорожные знаки могут появиться в России. Главная их задача – борьба с превышением скорости на магистралях при сложных дорожных условиях. Знаки будут электронными. Информация на них должна меняться в зависимости от, например, погодных условий. А соблюдать рекомендованный знаком скоростной режим водителя заставит камеры видео и фотофиксации. Их будут устанавливать в комплексе с новыми знаками. В Новосибирской области активно готовятся к весеннему паводку. Сегодня о мерах безопасности в период половодия журналистам расскажут в региональных министерствах жилищно-коммунального хозяйства и природных ресурсов и экологии. Ежегодно весной во всех районах области проводят капитальные текущие ремонты гидротехнических сооружений, мостов и переправ. Для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на территории региона разработаны меры по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации. Специалисты подрывают лед взрывчаткой, расчищают русло рек, вывозят снег с территории населенных пунктов. Завод «Элсиб» за прошлый пандемийный год увеличил выручку на 47%. Это данные официального отчета компании. В абсолютных цифрах это 3,5 миллиарда рублей. По оценке самой компании, рост финансовых показателей связан с участием «Элсиба» в модернизации энергопредприятий, а также инвестиций в мощности самого завода. В 2020 году основная доля реализованной продукции пришлась на гидрогенераторы и турбогенераторы. По итогам 2021 года «Элсиб» рассчитывает на 25-процентный рост выручки. Портфель заказов завода на данный момент около 7 миллиардов рублей. Строились активно станции, которые «Росатом» создает за рубежом по своим проектам. И нам удалось за счет работы, проводимой в течение 10 лет, по всем этим направлениям в проекты войти, законтрактоваться. И этот год, несмотря на то, что он был для всей экономики тяжелый, мы работали очень напряженно, мобилизовали все ресурсы имеющиеся, и вот получили такой достойный результат. Питание школьников на особом контроле парламентариев региона. Профильный комитет областного заксобрания рассмотрел наиболее проблемные моменты, связанные с работой школьных столовых. Один из главных вопросов, которых коснулись депутаты, рост цен на продукт питания и, как следствие, увеличение стоимости школьных обедов. По данным областного Миноборса, минувший год продовольственные цены выросли на 7% а дополнительных средств из областного бюджета на питание учеников образовательных учреждений не выделяют. Для того, чтобы детально разобраться в этой ситуации, в областном заксобрании создадут рабочую группу. Ей предстоит заняться вопросами мониторинга цен на школьное питание, установлением максимальной наценки, а также обеспечить возможность финансирования ремонта школьных пищеблоков. Новосибирск вошел в число городов-лидеров по числу реализованных проектов государственно-частного партнерства. Ярким примером успешного сотрудничества власти и бизнеса стал бассейн на улице Зорги, соглашение о строительстве которого подписали в 2018 году. Кроме того, в мегаполисе, благодаря ГЧП, появились Федоровские бани, Сандуны-Сибирь и другие. По этой же схеме старое здание кинотеатра «Космос» превратилось в центр хоккейного мастерства. В рейтинг не вошли Москва и Санкт-Петербург. Между тем, эксперты оценили 189 объектов с общим объемом инвестиций в 3 триллиона рублей, и Новосибирск занял второе место в списке. На электричке и без денег. Более 70 тысяч жителей Новосибирской области будут ездить на пригородном железнодорожном транспорте бесплатно. Это их выбор, который надо подкрепить документом, уточняя специалисты Пенсионного фонда России. Ездить на электричке бесплатно – это одна из форм социального обеспечения льготников, которые они выбирают сами. Пригородные поездки – востребованную услугу, но нужен документ, подчеркивают специалисты Пенсионного фонда. Справку оформляют на сайте ведомства или в зоне самообслуживания при помощи администратора зала. На прием к специалистам Пенсионного фонда записываться не надо. Справку о наличии права на бесплатный проезд предъявляют в железнодорожной кассе для оформления билета. Приятный сюрприз. В Новосибирской области зафиксировано снижение заболеваемости ВИЧ. В прошлом году выявлено 2000 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это на четверть меньше, чем в 2019 году. Врачи напоминают, важна профилактика, поэтому есть экспресс-тестирование. Это так называемый ВИЧ-мобиль. Передвижная лаборатория. Весь апрель, каждую неделю, кроме понедельника, она работает в разных уголках Новосибирска. Например, на площади Калинина и у входа на станцию метро Студенческая. Остание работы передвижной лаборатории можно узнать на сайте testdefizmobil.ru. Число вахтовых вакансий в России с начала года выросло на треть. По данным одного из крупнейших сервисов поиска персонала, за январь-март в стране появилось 70 тысяч таких предложений. Добавлю, работа вахтовым методом остается одной из самых высокооплачиваемых в России и Новосибирской области в частности. Средняя зарплата в прошлом году составила 87,5 тысяч рублей, в то время как средняя по нашей области составляет 45 тысяч. При этом в первом квартале 2021 года зарплаты прибавили 9%, и в итоге средний доход ухтовика больше 95 тысяч рублей. По мнению экспертов, ажиотажный спрос на сотрудников для вахты возник после оттока трудовых мигрантов в период пандемии коронавируса и сохраняется до сих пор. Первая партия призывников из Куйбышевского и Северного районов отправится на областной призывной пункт уже на следующей неделе. Перед этим новобранцам предстоит сдать тест на коронавирусную инфекцию. Егор Серамаха мечтает служить в войсках военно-морского флота. Если получится, останется в армии по контракту. Признается, для него вопрос, служить или нет, никогда не стоял. Спасибо моей семье. Каждому призывнику измерят рост и вес, проверят зрение. Терапевт районной больницы Никита Алешин отмечает, проблемы со здоровьем у призывников, конечно, есть, но они поправимы. За питанием следить, за образом жизни, чтобы и сон достаточный был. Наверное, может, и проблема этих энергетиков сейчас, потому что даже по улице видно, что молодежь злоупотребляет. Призывная кампания проходит с соблюдением всех мер профилактики коронавирусной инфекции. Обязательными остаются масочный режим, термометрия и социальная дистанция. Что весенняя призывная кампания 2020 года, что осенняя призывная кампания 2020 года. Ни одного призывника с признаками заболевания, ковидной и не ковидной, не было. То есть мы здесь даже в начальном этапе прежде чем отправить призывника в армию, утром происходит утренний осмотр, фельдшер приходит, врач смотрит. Естественно, если есть какие-то показания, мы сразу в начальном этапе снимаем с отправки. Опять же, даже таких случаев, чтобы мы температуры снимали с отправки, в прошлом году не было. Егор Шульга к месту несения службы отправится после получения диплома. Уверен, такой опыт будет полезен не только ему. Каждый мужчина должен сходить в армию. Тот опыт, тот запас самостоятельности, той уверенности, которую гражданин приобретает в армии, парень нигде не получит, я считаю. Поэтому надо добросовестно настраивать своих сыновей, не пугаться ничего, чтобы они шли служить в армии. Опять же, сейчас государство создает такие условия, что госструктура, госслужба, она подразумевает службу в армии. Поэтому в дальнейшем зеленый свет призывникам при трудоустройстве различной структуры. Первое молодое пополнение отправится на областной призывной пункт уже 13 апреля. Перед этим призывникам предстоит сдать тест на коронавирусную инфекцию в больнице города Аби. Оксана Тимошенко, Андрей Лебедев, Новости ОТС. Окунь, судак и щука на экспорт. В этом году увеличились поставки рыбы из Новосибирской области в европейские страны. Только за первый квартал этого года в нашем регионе выловили почти 2000 тонн рыбы. Больше всего рыбы выловили на озере Чины, 873 тонны и Сартлан, 383 тонны. Остальная часть приходится на средние и малые озера Новосибирской области. Наш карась, сазан, потва и окунь. В основном расходятся по регионам России. А вот европейцам по душе пришлось филе окуня, судака и щуки. В первом квартале 2021 года за границу отправили чуть больше 25 тонн продукции. Новосибирский робот Николай станет чтецом тотального диктанта. Это уже не первый опыт чтения текста компьютером. В 2018-м одним из дикторов был голосовой помощник Алиса. Робот Николай начал работу в 2019 году в контакт-центре МФЦ. С начала пандемии его перенаправили в службу 112. Искусственный интеллект работал с приложением «Экстренная помощь». Он звонил к пациентам, узнавал о самочувствии. А сейчас у Николая новое место работы – единая регистратура. Появление робота на тотальном диктанте в год науки и технологий символично. Цифровая трансформация, развитие искусственного интеллекта – одно из приоритетных направлений развития регионной страны. Акция «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля. Николай прочитает текст в пресс-центре ТАСС. Для желающих написать диктант в Новосибирской области будет работать еще 10 площадок на базе вузов. Доступен также онлайн-формат и вариант «Пишем дома». Прочитать правила и узнать расположение площадок можно на сайте акции. Сохранить и развивать. Зачастую деревни держатся за счет действующих в них предприятий. Но таких в Новосибирской области по пальцам пересчитать. Есть и другие примеры, когда в деревнях строят предприятия с нуля, чтобы сохранить. Марат Гумиров из Киштовского района в одиночку основал единственное молочное хозяйство в деревне Усманка. Кроме того, скупает молоко с частных подворий. Подробнее в сюжете. Я потом подумал, надо свое иметь. Вдруг, раз в какой-то момент не останется коров. И вот начал помаленько набирать коров. Четыре года назад для Марата Кисатуловича было все сложно. И коров искать, и помещения строить. Чтобы хватило денег, пришлось даже табун лошадей продать. Так в Усманке, в татарской деревне Киштовского района, откуда родом и сам руководитель, появилась молочная ферма. И в 17-м году, в начале лета, коров пригнали сюда пасти. А коровник недостроен был. Стены были, без крыши. И до осени, до зимы, построил коровник. Сейчас в хозяйстве больше 300 голов КРС. 180 из них дойное стадо. Но главное, в деревне нашлась работа для десятка односельчан. Усманцы народ трудолюбивый. И помимо скота, на ферме держат собственное подворье. Я вот не отдыхаю вообще. У меня выходных нету, отпусков нету. И все, работаю, работаю, работаю. Семья, дети. Трое маленьких детей у меня. Так что приходится пахать и пахать. Усманка – тот редкий пример, когда из деревни не уезжают. Напротив, развивают малую родину. Недавно построили новый ФАП и молодежный клуб. Регулярно отсыпают и чистят дорогу. К тому же помогают в строительстве новых домов. Ну, держим хозяйство, много держим. Летом основная ягода. Начнется с клубники, кончается клюкой. Все люди на работе работают. Выступая подрядчиком, Марат Гумиров помог построить уже не один дом. Да и в стороне никогда не остается. И дороги почистит, и продуктами обеспечит. А в 2021-м планируют освоить новое для себя направление – растеневодство. Уже этой весной вместе с другими новосибирскими аграриями выйдет на поля. Рута Келлер, Александр Ведерников, Новости ОТС. Актеры и сотрудники Первого театра, зрители и студенты Театрального института сдали пробы крови, чтобы попасть в регистр доноров костного мозга. По статистике, каждые 20 минут один человек в России узнает о том, что болен рейкозом. Для таких пациентов пересадка стволовых клеток зачастую единственный шанс на спасение. Ежегодно в трансплантации костного мозга в стране нуждаются около 5000 человек, но процедур проводят в три раза меньше. Многие умирают, не дождавшись помощи. В национальном регистре всего 150 тысяч потенциальных доноров. Поэтому чем больше их будет, тем больше пациентов, в том числе онкобольных детей, смогут спасти врачи-трансплантологи. Эту кровь везут в специальную лабораторию, там ее протипируют, то есть расшифруют генотип. Именно этот генотип, то есть этот код из цифры букв, поместят в электронную базу, которая называется регистр доноров костного мозга. В этой базе он будет находиться. И если его генетическому близнецу, то есть человеку с такими же тканевыми характеристиками, с таким же генотипом потребуется помощь, то произойдет совпадение, и появится шанс, что донор может спасти жизнь пациента. К этому часу у меня все новости. С вами был Дмитрий Белькевич. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok